Всем привет! Рад приветствовать вас на канале Миниатюра и Диорама. И сегодня мы с вами поговорим про изготовление цветов. И мы не будем как-то разделять их на цветы для 35 масштаба, так как эти цветы будут в принципе подходить под любой масштаб, единственное только в разных интерпретациях. Итак, почему я говорю, что эти цветы будут подходить для всего? Потому что на работе, где они использовались, видео будет в подсказках, мы делали подобные цветы. Но если эти цветы воткнуть в цветочный горшок для румбокса, то это будет как обычный цветок комнатный. Что нам для этого понадобится? Нам понадобится основа для наклеек. В принципе можно взять от самоклеющейся бумаги, которая продается в любом хозяйственном магазине. Для чего она нужна? Она нужна для того, чтобы наш клей спокойно отрывался от вот этой липкой части. Нам понадобится лен, который также мы делали для той работы. Видео об этом есть на канале, можете посмотреть. Берем нашу бумагу, берем наш лен, вытаскиваем пучок, как мы это делали в прошлый раз. Такой пучок разрезаем еще пополам. Берем клей. Можете использовать ПВА, я использую клей от компании Моррисон, так как он высыхает побыстрее. Делаем каплю и в эту каплю сажаем наш пучок. После этого берем иглу или пинцет, не имеет значения, и немного разделяем пучок, чтобы он был распушен. Берем следующий пучок и так высаживаем все наше основание. Также можно не просто наносить капли клея, а делать как мы с вами делали. Окунать, чтобы все хорошо пропитывалось, и просто ставить на этот лист. Это ускорит в принципе нам работу. После того, как вы высадили необходимое количество, которое вам надо, вы ждете высыхания. И после высыхания мы с вами продолжим. Дождались мы нашего высыхания. Наши все кустики пристыли. И теперь их можно спокойно взять, пинцетом снять с подложки и использовать. Я уже подготовил здесь три емкости. Точнее, одна емкость. Вот с такой вот вещью. Это присыпка цветы от фирмы Моррисон. Это подобная вещь. Вы можете просто сделать ее сами, в принципе. Но мне очень сильно понравился цвет. Это мелко рубленые опилки, окрашенные техническим способом. В приятный такой нежный цвет. Но они очень мелкие. И вот таких вот два пакетика. Один синий спонж, один желтый спонж. Они также от Морриса, но вы можете спокойно взять губки от посуды. И разницы, в принципе, вы не почувствуете, наверное. Я немного высыпал здесь, чтобы отдельно были все крупинки. Все кусочки нашего спонжа, чтобы сразу не цеплять кучу. А здесь оно мелкое, поэтому в таре. Один цветок я сделал. Это как раз для румбокса. Вот, видите, он выглядит подобным образом. Горшок с тарелкой сделан из моделайта. То есть, вот, видите, наши цветы можно использовать также в румбоксах. В масштабе 1 к 12. 1 к 10, я думаю, тоже, в принципе, подойдет. Как же нам выполнить эти манипуляции? Я буду использовать клей от фирмы Моррисон. Быстросохнущий. Почему именно его? Потому что он моментально высыхает. И очень хорошо приклеивает флок, так как он немного его подъедает. Я вот налил чуть-чуть. Больше нам легче. Берем наш кустик. Отрываем от основания. Отгибаем часть зелени. Небольшой вот у нас в центре остался пучок. Кунаем его в клей. И собираем наши цветы. После того, как собрали, возвращаем нашу зелень на место. И получается у нас вот такие вот, я даже не знаю, что это. Сильно похоже на одуванчики. Можно еще подстричь. Если вам где-то кажется, что длинноват. Пожалуйста. Вот такой вот у нас выходит цветочек. Можно сделать более пышный. То есть мы берем большой куст. Кунаем в клей. Можно немного разделить иглой. И собираем наши цветочки. Этот цветок вышел более пышный. Минут через 5-10 он уже будет полностью высохший. И можно будет его использовать на основании. Теперь сделаем наш фиолетовый цветочек. Также берем пучок травы. Кунаем. И кунаем в цветы. Но из-за того, что опилки очень мелкие, получаются вот такие вот пышные цветы. А теперь подведем итог. Что нам понадобилось для создания цветов. Я, конечно же, покажу их поближе. Скорее всего, пущу первым рядом в начале видео. И все же, нам понадобились опилки, крашенные техническим способом. Если вы не хотите этого делать и есть у фирмы Моррисон вещь отлично. Нам понадобились два цвета цветного спонжа. Можете приобрести у фирмы Моррисон. Можете сделать сами. Нам понадобился быстросохнущий клей. Я использую от фирмы Моррисон. Потому что клей действительно достойный. За небольшие деньги лучше купить его, чем, допустим, ПВА. Хороший ПВА, опять же. Нам понадобился наш сантехнический лен, который мы приготовили в одном из видео. Я прикреплю подсказочку. Посмотрите, кто не видел. И наши руки. На этом, я думаю, что наш видео урок можно считать законченным. Всем, кому видео оказалось полезным, подписывайтесь на новые видео. Ставьте палец вверх. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok